С 15 мая во Владимире начали проводить гидравлические работы, несмотря на то, что мэрия договорилась с ресурсоснабжающей организацией сместить график отключения. Жители обещали не оставить без горячей воды, но уже сегодня утром люди достали тазики и кастрюли, а спустя несколько часов у дома номер 46 по проспекту строителей прорвало трубу. На дороге образовалась река из кипятка. В компании Т-Плюс объясняют, что это не аварийная ситуация. В рамках проведения гидравлических испытаний в сплавовых сетях города Владимира, в ходе проведения этих испытаний выявлен дефект на участке, который в дальнейшем будет уже устраняться. Жители все оповещены на данном участке о том, что на их потребительских врезках происходят гидравлические испытания. Житель одного из домов на проспекте строителей Юрий Курганов, наверное, единственный, был готов к отключению. Воду ему теперь приходится нагревать в кастрюлях не только для себя, но и для своего маленького питомца. Трубы проверяют, давление, вот уже прорвало у них, профилактика у них, а так вода вообще постоянно. Всех жителей об отключении горячей воды должны были предупредить, но объявлений не было. И поэтому для Ирины, как и для сотен других жителей города, ее отсутствие стало сюрпризом. Мы думали сначала по графику, но никаких объявлений на подъезде не висело. И не знаем, не можем дозвониться, по какой причине, ничего. Теперь нам интересно, насколько эта авария будет, как долго ее будут делать. Сотрудники компании Т-Плюс пояснили, что на устранение прорыва потребуется около двух недель, если на участке обнаружится много дефектов. Если причина аварии не столь серьезная, то ее последствия устранят за несколько дней. Валерия Пронина, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.